Ребята, всем привет! Вы с Аленой, вы на моем канале. Вы на канале с холистическим психологом, а значит здесь про ваше психологическое и физическое здоровье. Сегодня с вами говорим про вегетососудистую дистонию, панические атаки, неврозы и так далее. Два момента, которые обычно, обычно, ну не рассматривают во многих случаях. Рассматривают это как-то, как мне не нравится однобоко. Давайте с вами прям-таки дальновидно заглянем. Вообще таких диагнозов не существует и под это можно подписать, приписать, ну что угодно. Во-первых, в СД бывает проблемой защемления позвоночника, бывает проблемой нарушения работы желудочно-кишечного тракта, бывают дефициты микроэлементов. Например, человек живет такой, потребляет сахар, кока-колу или ну то, что не дает возможности усваиваться кальцию, магнию. Человек даже не знает о том, что у него психические нарушения просто на фоне того, что у него есть дефицит минералов и витаминов. Это одна история. Вторая история. У человека, у которого дефицит аминокислот, разве может мозг нормально работать при дефиците аминокислот? Нет, конечно. И тогда начинаются всякие проблемы с бабками, гадалками, какими-то психиатрами, а человек просто живет и не знает. Оказывается, мне, чтобы мое тело адекватно работало, мне нужно... А это аминокислотный состав, Б это минерализация, В это витамины, Третье это движение. Соответственно, если нет движения, плохое функционирование лимфы, плохое функционирование сердца и может быть даже гипоксия где-то. И, соответственно, на этой почве я как бы чувствую, что что-то такое со мной происходит, какие-то панические атаки, какие-то состояния непонятные. Другой момент, это, например, дефицит железа. Кошмарный дефицит железа в организме, когда человек просто, ну, женщина в основном, теряет эту историю с месячными и у нее начинаются панические атаки. Или другой момент, загрузка тяжелыми металлами. Ну, конечно, все психологи и психиатры вам говорят, а у вас там ртучью не загрузочка ли, а хлором-то вы дома-то не отравились. В общем, никто об этом вам толком не рассказывает. Поэтому я хочу в этом видео донести до вас информацию, что ВСД, панические атаки, неврозы, они могут связаны быть с двумя вещами. Во-первых, вы знаете о себе, что вы невротик, психотик, что вы тревожник. Это как бы ваша характеристика. Но другой момент, это микроэлементы, которые влияют на вас. Это ваше состояние, это ваш образ жизни, это ваше внимание и это совершенно другие моменты. Вот утром сегодня выходила на прогулку в парк и смотрю, девчонка идет, вроде такая симпатичная. Я иду там в раскорячку в 6 утра. И идет, курит, запивает каким-то кофе с Гаррисом. Я думаю, пока она дойдет домой, у нее точно уже будут какие-то проблемы. Потому что когда человек вкладывает осознанно в себя мусор, и этот мусор не может вывести из себя при помощи спорта, сауны, и не дополняет это все микроэлементами, он будет страдать психически и психологически. И никто обычно об этом так с вами не усюсюкает и не рассказывает. Другой момент, панические атаки и судороги, и другие моменты бывают, знаете, на чем? Бывают на падении с сахара. Вот поймал человек раз гипогликемию или гипокалиемию, и у него начинается трясучка, судорога, что со мной будет. А бывает еще другая история. Например, у человека есть непереносимость. Непереносимость продуктов. А он не знает об этом, живет такой и ест свой творожок. Ну вкусно же, мама же сыну ли утром запеканочку-то сделала. Но эта запеканочка как раз-таки и была проблемой для этого молодого человека. А он три дня ходит с депрессией и не поймет, что такое со мной. Соответственно, здесь у нас ответ простой. Если вы хотите понять вообще, что с вашим организмом происходит, нужно начать замечать и подмечать то, что вы потребляете, как это на вас влияет, какие вы испытываете после этого чувства, ощущения. И другой момент, какой образ жизни вы ведете. Панические атаки могут быть на, как я сказала, вегетососудистой дистонии. Но где-то там сосудик какой-то, кровообращение плохое. Или ликвар грязный. Соответственно, миллион разных вопросов. И когда вы понимаете, что это все просто какой-то блажь, который с вами происходит, постарайтесь себе помочь. Что повлияет на панические атаки? Конечно, закрытые дефициты, прогулки, общение со своим психологом и уровень сахара в крови. Если он стабильненький, вы держите его на низком, более-менее низком уровне, то, соответственно, будет все поспокойнее. Есть еще один момент. Конечно, многие не знают про орнитиновый цикл, цикл мочевины, отвод аммиака в кишечнике. Ну, в общем, я даже не хочу об этой истории вам здесь на канале рассказывать, но у многих есть такая история, как накопленный аммиак в организме, как токсический аммоний в процессе распада белков. И человек не понимает, ну что мне так плохо, что мне так бомбануло. И это выходит все через паническую атаку, и мозг такой, как бы, становится немножко обильненький. Поэтому постарайтесь не пугаться того, что происходит с вами, потому что происходить может куча всего. Мы все бывали в дороге, за рулем, не всегда мы прямо с идеальной едой, контейнерами своими ходим, и воду мы не святую пьем, и не все мы триатлонисты, да, но стремимся, да, как я говорю. Но во многих случаях ситуация будет определяться на месте. Поэтому, если у вас есть вопросы, пишите под видео, я с удовольствием на них отвечу, и вечером проведу прямой эфир, как выйти из вегетососудистого криза, если вас мучают длительные панические атаки, на что обратить внимание, на какие ферменты, на какие микроэлементы, что, как себе помочь. И напоминаю, моим любимым тревожникам очень важно отказаться от стимуляции, то есть никаких химических веществ в себя, чтобы а-ля взбодриться, быть не должно. Организм должен успевать вывести то, что вы накопили. И если вы устали, водичка ваш друг.